Это был обычный вторник, кажется 12 декабря. С самого раннего утра я сидел за компом на канале до футбума и ждал новую серию. Да когда она уже выйдет-то? Десять дней уже прошло. Он чего там, заболел? Или может просто забил на свой проект? А может с ним вообще что-то нехорошее случилось? Пипец, и что тогда? Новой серии получается больше не будет? Ух, сынок, красавчик. Сегодня прям пораньше решил встать. Ух, молодец. Ну а что, я Соня что ли бать? Хватит уже в универ опаздывать. За голову, братцы, пора. Ты мне зуб-то не заговаривай. Ну-ка, свою эту дурмашину-то выключай. А то он не успел глаза продрать. Уже сидит, уселся он. Ну, батя, я же так. Просто на пару минут на канал зашел. Это очень важно. Спорить с отцом было бесполезно. Ведь как только я начинал ему высказывать свою позицию, руки бати сразу тянулись к ремню. В итоге через 10 минут я уже выходил с портфелем на улицу. Ну, батя и узурпатор. Куда он меня выпроводил в такую рань? Еще даже Мишка не пришел. Вот теперь стоять его ждать в этом снегу. Но ждать друга долго мне не пришлось. Уже через пару минут я увидел его знакомый яркий наряд. Опа, ничего себе, Дэн. Че ты так рано? А то тебя обычно по полчаса ждать приходится. Да ладно тебе, не преувеличивай. Пошли в универ лучше. А то я уже мерзнуть начинаю. Ну ладно, и то верно. Все-таки круто, как все совпало, да? Мы сейчас, получается, минут на 15 раньше придем. Как раз уже успеем до пар с Демасом пообщаться. Чего? Он же в Армении. Ты че, Дэн? Он уже как неделю в Туле. Просто он у нас старше получается на несколько курсов. Наверное, высшее образование получается второе. Все-таки, Демас, расскажи более подробно. Как там сейчас в Армении? Наверное, тепло, да? Слушай, ну не жара, конечно. Но когда последний раз выезжал, плюс 15 градусов было. Ничего себе не жарко. А у нас минус 10. На 25 градусов холоднее. Их, нам бы сюда такую погоду. Ну, не знаю. А мне снег тоже нравится. Можно на коньках, на санках, на лыжах кататься, например. Ой, много ты в Туле на них катаешься. А, спасайтесь, спасайтесь все. Уходите отсюда. Что это с ним? Не знаю. По-моему, это толстый. Никогда его таким испуганным не видел. Это же гопник. У него что, уже полдня прошло. Он, может быть, неизвестно, что с утра и принял. Всякое, может быть, глюки пошли у него. Поднали дальше. Мы, немного оглядываясь, дальше шли по дороге. Буквально через минуту мы увидели еще одного бегущего к нам навстречу человека. Все, все, хана. Хана, ребятки, как жить-то дальше? Как жить дальше? Цветастый день спрошу. А ты писать меня, ты пустой это. Что случилось? Дядь Свет. И почему вы одна? Унитазы, унитазы много, они повсюду. А во главе здоровый такой главный монстр с камерами у стабашки. И он забрал дядю Игоря? Да, уволок прямо на моих глазах. Игорек, Игорек, мой родименький. Ничего, ничего, я вас спасу. Главное, чтобы не было поздно. А как он выглядел, этот монстр? Как, как, я же говорю, тупой, здоровый такой. Как пятиэтажный дом, мощный. А вместо башки у него главная камера. Это, ребята, пойдемте, вы же отсюда, пойдемте. Стоп, ты что, вы что, мне не верите? Верим, верим, конечно, тет Свет, мы пойдем. Че, а тебя, тебя цветастый, я запомню. Давай, проваливай. Мы быстро пошли подальше от этой неадекватной бомжихи. Ну что, вы ей верите? Не знаю, обычно нет. Но сейчас есть пару странностей. Ну, это, я, ребят, не знаю, мы вроде все, значит, над ней прикалывались вместе. Она только надо мной почему-то меня только запомнила. Да тихо ты, какие странности. Гопник? Да, сначала тостый пробежал, потом Светка. И говорили примерно об одном и том же. Но я очень сомневаюсь, что они общаются. А мне кажется, они просто все это, скибиди пересмотрели. Вот, и поэтому сейчас им все теперь мерещится. Кстати, а когда уже новая серия-то выйдет, не знаете? Не знаю. Я сегодня утром даже с батей из-за этого поругался. Сидел, новую часть ждал. О, дед, кстати, а может быть к тебе в саду традиции пойдем, а? Чеку-то попьем, а? Посидим. Ну, я не против, конечно. Ты как, Димас? О, погнали, как раз мне свою хату новую покажешь. Да, точно. Димас же только приехал. Он не видел твою новую квартиру. Сейчас посидимся, посмотрим. Погнали. Мы все вместе довольные пошли ко мне домой. Единственное, что меня сильно тревожило, это возможное наличие дома бати. И по дороге я пытался вспомнить его рабочий график. И маленькая, ребят, реклама моего ртуб-канала Денис Бубнов, в которой сгалочка, ребят. Там, как вы знаете уже, а если еще не знаете, то сейчас узнаете, выходят наши новые ролики, короче говоря, от первого лица, которых больше нет вообще нигде. Поэтому есть смысл перейти, во-первых, ссылочки в описании, подписаться на наш ртуб-канал и посмотреть новые, короче говоря. Они здесь выходят, ребят, примерно сейчас один-два раза в неделю. Ну, чуть пореже, но тоже выходят. И их больше, ребят, заметьте, самое главное, нет ни на одной платформе. Поэтому подписывайтесь и смотрите мой новый контент на рутубе, ребят. Ну, а мы продолжаем. Не должно у него сегодня выходное быть. Вроде. А не, должен. Опа, ребятки, а что вы тут делаете? Да целые аравы пришли, а? А, да мы это, бать, чайку хотели попить, посидеть. А, ну, чайку, я ваш чайку-то знаю. Сейчас свой компьютер уставите, будете часами сидеть. Ладно, давайте, я пока пойду, только пару часов, не больше. Мы зашли в квартиру, Мишка закрыл замок. Фух, пронесло. Ну, ничего, пару часиков у нас точно есть. Предлагаю туда не терять ни минуты. Что, сразу смотреть идём? Нет, лучше, чтобы сначала этого чайку вкусненького побью. Да, хорошая у тебя квартира, большая. А какая площадь? Чуть больше ста метров всё вместе. Но тут два балкона ещё. Тут даже этот сын владельца на велосипеде катался, прикиньте. А ты откуда знаешь? Я рассказал, а мне владелец квартиры, мы же у него давно снимаем. О, Дэн, хватит болтать, взял мелочь вон-то вот чайку вкусненького, да смело текал. Да, без проблем, дружище, сейчас забабахаем. Я подогрел чайник, положил чай, добавил мёд, залил. Вот, держи. Пипец, я даже не заметил, как они ушли. Дэн, иди сюда скорее. Да чего там у них случиться могло за две минуты? Что такое? Ужас, Дэн, ты представляешь, сегодня уже одиннадцатый день, а новая серия даже ещё не вышла. Ну да, Миш, это ужас, конечно. Но больше так меня не пугает, ещё бы чуть, и штаны сужить пришлось бы. Ты кого-то ждёшь? Да нет, вроде, батя вернулся, наверное, но чё-то рано. Не успел я дойти до двери, как она распахнулась, и в квартиру залетел бешеный отец. Всё, сынок, хана, хана, ребятки, всем хана, всё, наиграй. Что случилось, батя, ты о чём? Монстры, они по всюду, на планету, скоро уже у нас в городе будут. Да какие монстры, батя, и ты туда же. Ладно, не буду сейчас его ни о чём спрашивать. Он и так на взводе, пусть успокоится. Представляете, ребят, там, короче, батя. Что, мам, ты уверена? Это точно? Да, хорошо, бегу, бегу, я мигом. Что такое? Э, это, ребят, извините, я побегу, мне нужно срочно домой. Всё, пока. Что это с ним? А надолго уезжаешь-то, Миш? А, я не знаю, ребят, может быть, навсегда. Про монстров каких-то ты ему говорили родители. Срочно приехать просили, ругаться какая-то будет. Да что вы здесь сидите? Вы же все вещи собрали первой необходимости, а? Да чего здесь происходит, батя? Вы что, все с ума, что ли, подсходили? Ага, везде эти самые монстры. Вы что, в окно, что ли, совсем не заглядываете? Всё, они напали. Планеты сейчас и на город будут везде. Эти самые, которых ты смотришь на своём этом капухте. Но я с кибиди туалетов смотрю. Но это же вымысел. В реале их не существует. А ты это военным скажи, которые весь город уже оцепили. А что тебя разговаривают-то? Димас, что происходит? Что это за бред? Такое ощущение, что я нахожусь в какой-то компьютерной игре. Ты меня спрашиваешь? Да я сам в шоке. Сначала гопник, потом бомжи, теперь батя. И все говорят о каких-то монстрах. Так, давай, значит, я побежал, а вы быстро собираетесь и ко мне вниз спускайтесь. Батя быстро закинул рюкзак себе на спину и выбежал из дома. Ну и что мы будем делать? Я-то откуда знаю. Собираться, наверное, нужно и с батей ехать. Мы как бешеные стали бегать по дому и собирать вещи первой необходимости. Неожиданно на улице сильно завыла сирена. Ну вот, началось. Значит, они все не врали. Реально происходит чего-то страшное. Да это еще кого несет? Собраться не надо, тут нормально. Не успел я подойти к двери, как она открылась сама. Не понял. Вы-то здесь чего делаете? Да пусть лезут, пацан, пожалуйста, к себе на сохранение. На улице сейчас очень опасно. Там эти монстры повсюду. Привоют они с этими, главное, с унитазами. Да чего здесь с вами со всеми происходит? Останьте вы все от меня. Как же вы меня все достали. Неожиданно я споткнулся. Упал и, кажется, потерял сознание. В моей памяти начали всплывать картины моего возможного прошлого. Это был вторник, 24 августа. Я сидел на кухне, пил кофе и думал о жизни. Пипец. Ну как так-то? Как такое вообще могло произойти? Почему со мной? Зачем именно сейчас? Даже вкусный кофе с молочком меня не радует. А все почему? Да потому что осталось всего одна неделя до школы. Семь дней и все. Больше я не смогу сидеть за компом целыми днями, гулять, играть с Мишкой и сестрой в баскетбол и просто ничего не делать. Но самое обидное, конечно, не это. Самое обидное, что я ничего не сделал за это лето. Не накачал огромных мышц, как планировал. Не помог деду на огороде. Не устроился на работу и даже в Бравл Старш 20 тысяч кубков не набил. И сестра, конечно, тоже подлила масло в огонь. Ну что сидишь? Горя кофе запиваешь? Я решил ничего не отвечать, а молча продолжал пить кофе. Морщишь? Ну и правильно. Все, халявные дни закончились. Последняя неделя и привет, любимая школа. Пипец. Вот что пристало. Видит же, что и без нее плохо. Выбесила. На улицу пойду. Не хочу дома с этой ведьмой сидеть. Я взял телефон. Обулся. Только хотел выйти из дома, как опять услышал противный голос. О, а ты на улицу? Мусор тогда захватил. Я взял мешок, молча закрыл дверь, вышел на улицу. Настроения совсем нет, даже с сестрой ругаться неохота. Я остановился, осмотрелся по сторонам, вдохнул в себя воздух на максимум. Эх, этот запах свободы. Всего неделю им дышать осталось. А дальше все, пипец. Дебильная школа. Я быстро дошел до мусорных баков, выкинул мешок. Рядом, как всегда, встретил местного жителя. Лицо у него было очень радостное. О, здравствуйте, дядя Игорь. А вы чего ты такой довольный? Прям сияете весь. Как что, пацан? Ты что, не знаешь, что ли? Скоро это, праздник, 1 сентября. Хи-хи-хи. Не напоминайте, дядь Бомж, даже думать об этом не хочу. А вам-то что? Вы же уже отучились давно. Хм, ну, во-первых, не отучился, а закончил золотой медалью. А во-вторых, сейчас же школьники все пойдут учиться с 1 сентября, мимо моего дома. Значит, поток людей увеличится, и у меня будет больше денег. Хи-хи-хи. Ну, вы как всегда, дядя Игорь, только о деньгах и думаете. Хм, ничего личного, пацан. Только бизнес, это, дай сотку. Я стал смотреть по карманам. Сотки у меня нет, конечно, но пару рубликов где-то валялись. О, нашел, держите. Да, пацан, с такими, как ты, у меня, это, бизнес не очень идти будет. Да уж, ну и бомжи пошли. Уже монетам не рады, сотню им подавай. Бизнесмен нашелся. Интересно, а он правда школу золотой медалью закончил? Если правда, надо его сестре показать. Пусть знает, что с отличниками становится. Размышляя об этом, мне на телефон позвонили. Мишка, ну кто же еще? Да, Миш, привет. Привет, Дэн, ты чего там делаешь? Да по улице хожу, пытаясь всеми силами отлечь себя от мысли, что через неделю уже в школу. А у меня идея, давай в парке встретимся и там погуляем. Мне было без разницы, где гулять, поэтому я согласился и пошел в сторону парка. Через 10 минут я уже стоял у его входа. Друга, как обычно, не было. Вот постоянно он опаздывает. Достал, вечно его ждут. Но ничего, через неделю его учителя научат вовремя приходить. Но ждал я недолго. Уже через минуту я увидел переходящего через дорогу друга. Он радостно подошел ко мне. Пипец, Миш, ну а ты-то чего такой веселый? Напоминаю, сегодня 24 августа. Ну да, уже скоро 1 сентября. Будем тусить, учиться и веселиться в школе. Встретимся с учителями опять же. Да уж, а я и забыл, что Мишка-ботан на золотую медаль идет. Надо будет ему бомжа Игоря показать. Пусть пообщаются медалисты. Мы с другом стали гулять по парку, любую с хорошим видом. Мишка предложил. О, Дэн, а давай, может, побегаем пойдем, а? Побегаем? Че-то не очень охота. Может, лучше покачаемся? Но Мишка одной фразой смог меня переубедить. Умный он парень все-таки, хоть и задрор. Слушай, Дэн, покачаться, это, конечно, хорошо. Но мы все равно с тобой за неделю шварстеггерами не станем. А если пойдем побегаем, как раз жирок подсгоним, у меня как раз пресс будет, кубик такие, знаешь. Мы с Мишкой пошли в глубь парка. Бегать решили в лесу. Там, говорят, дальше озеро есть. Вот вокруг него и будем тогда бегать. Ну да, в принципе, логично. Вокруг воды бегать приятнее. Там воздух свежее и вид лучше. Через пять минут мы уже были на берегу озера. Да уж, Миш, не очень-то здесь красиво. Все озеро тиной заросло. Ничего, мы сюда бегать пришли, а не видом любоваться. Жир гонять будем. Мишка стал разминаться. Я наблюдал за ним. Он подходил к бегу как профессионал. Потянул ноги, руки, сделал наклоны, размял колени. Ничего себе ты, Миш, разминаешься. Как будто к чемпионату мира готовишься. А как же, Дэн, разминка, это очень важно. Надо хорошо разогреться, чтобы травмы не получить. Пока друг разминался, я стал осматриваться по сторонам. Неспокойное какое-то это место. Страшноватое даже. Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Миш, а тебе не кажется, что мы здесь не одни? У меня такое ощущение, что за нами кто-то смотрит. Хо-хо, есть только белки и ежи. Да даешь, Дэн, погнали. Мы с Мишкой побежали по тропинке вокруг озера. Мы бегали 5 минут, 10 минут, 15 минут. Еще через пару минут я устал и остановился. Ты чего, Дэн, устал что ли уже? А, да нет, я просто так. Захотел природой полюбоваться. А я тебе говорил, надо было разминаться. Тогда бы не устал так быстро. Ой, да ладно, Миш, говорю же, я в норме. Погнали через лес. Мы снова побежали на перегонки. На этот раз через лес. Мы поворачивали по тропинкам то влево, то вправо. Но каким-то чудом все равно оказывались у озера. Миш, постой. Чего, Дэн? По-моему, фигня какая-то происходит. Куда бы мы не бежали по лесу, куда бы не сворачивали, все равно у этого озера оказываемся. Ты прав, Дэн. Я тоже сразу подумал, что это что-то странное происходит. Я прикалываюсь, Дэн. Ты чего, такого же не бывает. Ну вот, пойдем строго в лес в одном направлении, не сворачивая. Посмотрим, куда выйдем. Ну ладно, погнали. Только бегом. У меня еще немного до крутого пресса осталось. Мишка быстро побежал в губь леса. Я еле-еле успевал за ним. Вот он неугомонный. И откуда у него только силы берутся. По-любому какие-то витамины есть. Мы бежали еще примерно 5 минут ровно по тропинке, никуда не сворачивая. В итоге мы опять выбежали к пруду. Офигеть, Дэн. Ты прав. Эта дорога заколдованная. Ну а я тебе что говорил? Ладно, сейчас навигатор на телефоне открою, по нему попробуем. Не понял. Телефон выключен. Но как он мог разрядиться? Он же на 80% заряжен был. Кажется, мой выключен, Дэн. Да уж, это не лес, это лабиринт какой-то. И приводит он постоянно к озеру. Мы с Мишкой попробовали еще несколько раз выйти из леса. На этот раз шли медленно и все осматривали. Но каждый раз мы все равно оказывались на одном и том же месте. Рядом с озером. И что теперь делать, Миш? Как нам отсюда выбраться? Я откуда знаю, Дэн? Телефоны не работают. Все дороги ведут к этому проклятому озеру. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ерунда какая-то. Да куда он ушел? Вечно в какую-то историю влипнет. Мы с другом, испуганные и уставшие, бродили по лесу. Как выбраться из этого заколдованного места, мы понятия не имели. Неожиданно, Мишка остановился и присел на корточке. Что это он там увидел? Смотри, Дэн, какая-то коробочка. Интересно, откуда она здесь? Ага, открывай, посмотрим, что там. Мишка открыл коробочку. В ней была какая-то трава. Хм, трава обычная. Хотя, запах у нее приятный. Мм, и на вкус сладенькая. Дай-ка и мне попробовать. Я взял немного этой странной травы. Понюхал и стал ее жевать. Ого, и правда прикольная на вкус. Миш, ты чего? Ты чего падаешь? Что с тобой? Я хотел попробовать привести друга в чувство, но не смог. Глаза мои тоже стали закрываться, и я упал на землю. Брат, стой с тобой. Да очнись ты. Миш, вы спите что ли? Вставайте, давайте. Эх, как спать охота. Словно сто лет не спал. Ой, Ирин, а ты тут чего делаешь? Тебя еще вообще-то. Весь день где-то шляешься. Телефон выключил. А он здесь спит спокойно со своим дружком. Ирин, да мы вообще-то спать-то и не собирались. Мы просто сюда пришли побегать, а оно само как-то получилось. А потом, представляешь, мы идем, пытаемся выбраться домой, а все дороги ведут в одно и то же место. Да, все так, сестра, чертовщина какая-то. Ну конечно, так я вам и поверила. Что угодно придумать, лишь бы к школе не готовиться. Быстро домой. Мы послушно пошли за Ириной. С одной стороны, сестра уже досталась со своим контролем. За собой бы так следила, как за мной. А с другой, именно сейчас я был очень рад ее появлению. Хоть из этого проклятого леса нас выведет. Мы шли еще примерно полчаса. Одна тропинка сменялась другой. Но любая из них все равно приводила нас к озеру. Мы с Мишкой заметили, как уверенная походка Ирины становилась все менее уверенной. В итоге, она остановилась. Ничего не понимаю. Я точно пришла сюда этой дорогой. Или другой. Ну а я же на тебе говорил. Мы уже здесь два часа, считай, выбраться не можем. Ничего не понимаю. Зачем я вообще за вами пришла? Тише, тише, Ирин. Все хорошо. Сейчас мы обязательно чего-нибудь придумаем. Как выбраться отсюда? Пойдемте. Ага, конечно, все хорошо. Куда идти-то? Точно я знаю только одно. Паникующая рядом Ирина будет только мешать. Поэтому, как мог, я постарался ее успокоить. Ой, смотрите, там девушка. Мы резко обернулись в сторону, куда показывал Мишка. Там и правда сидела девушка и смотрела куда-то вдаль. Я быстрым шагом подошел к ней и спросил. Девушка, подскажите, пожалуйста, как выбраться из этого леса на дорогу? Да никак отсюда не выбраться. Мы обречены. Почему это никак? В смысле обречены? Сегодня полнолуние. Как только наступит полночь, озеро заберет нас. Ничего не понимаю. Да объясни ты уже нормально. Чего не так с этим лесом? И тут девушка рассказала нам историю, от которой аж мурашки пошли по коже. Оказывается, с этим озером связана одна страшная легенда. Однажды в этом лесу заблудился злой колдун. Он никак не мог из него выбраться. И в отчаянии он бросил в озеро свой посов. С тех пор оно заколдованное. Притягивает к себе людей, а в полнолуние забирает их. Я тут уже два дня брожу. Все тропинки приводят к этому озеру. И что нам делать? Неужели нет никакого способа выбраться отсюда?